Сегодня в Киеве прощались с Максимом Шаповалом, разведчиком, которого убили во вторник. Его взорвали в автомобиле. Способ расправы ставит это преступление в один ряд с убийствами Александра Хараберюша, замначальника отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, и Павла Шеремета, одного из самых известных украинских журналистов. По факту очередного показательного убийства открыто уголовное производство по статье «Теракт». На церемонии прощания с Максимом Шаповалом сегодня были и наши корреспонденты. У дома офицеров в Киеве сотни людей, большинство в военной форме. Все пришли провести в последний путь погибшего полковника разведки Максима Шаповалом. Журналистов внутрь не пускают, так пожелали родные. Сама церемония под усиленной охраной по периметру кинологи с собаками. И неудивительно, ведь проститься с разведчиком приехали первые лица страны. За разведчиков много не говорят. И появляется возможность и право говорить только после того, как они пошли от нас. Но он был и первым в аэропорту, один из первых киборгов. И все найскладнейшие операции, которые проводились, в том числе за линией фронта, робились за его участью. Я пишусь такими воинами, как Максим Шаповал. Царство небесное. Как и положено, разведчики Максима Шаповале известно немного. Ему было всего 38. Бывший киборг, он руководил спецназом ГРУ. У военного остались двое детей. Настоящий воин и патриот таким Максима Шаповала запомнили товарищи по службе. Он очень добрым другом. И всегда, если все от него зависело, он всегда проходил на помощь. Жизнерадостный, открытый человек, у которого не могло быть врагом по сути. Профессионал своего дела с большой буквы. Но все же враги у Шаповала были и очень серьезные. Его убийство было показательно демонстративным. Разведчика подорвали вот тут, на пересечении улиц Соломинска и Механизаторов. Утром во вторник. В автомобиле полковника сработало взрывное устройство. Это видео с камер наблюдения. Столб дыма поднимается на несколько десятков метров над землей. Взрыв был настолько сильным, что части машины разбрысало на 100 метров. Пострадали и двое прохожих. Полиции сразу назвали случившееся терактом. Расследованием занимается военная прокуратура. Подробности дела не разглашают, но озвучивают основную версию убийства. Российский след. Террористический акт был выполнен высокими фаховцами. Сила вибухового пристроя, который был проведен в действие в 8 часов 14 минут. Но это не единственная версия. Неофициально говорят, что полковнику могли отомстить люди из Ордло. Кроме того, в масс-медиа сразу появилась информация, что именно Шаповал руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в марте. Но в Минобороны сразу заявили, эти два преступления никак не связаны. Все сотрудники специальных служб, специальных органов Украины на сегодняшний день находятся под пистольным выниманием врага. И просто был нанесен удар именно в четко определенное важное место, которым являлся Максим и его подразделение. А подразделение, которым руководил Максим Шаповал, занималось особо секретными и важными операциями. Но почему в день убийства полковник ехал на работу без своего водителя? Вы знаете, была информация, что он в этот день был без водителя. Он таки был без водителя? Того раза, кажется, что так. А почему? Почему это нужно, скажем, объяснить и рассказать? Можливо, у него были там на это причины. Это вопросы, на которые пока нет ответов. Ненастоящие мотивы исполнителей убийства предстоит установить. А самого Максима Шаповал сегодня похоронили в Киеве на Байковом кладбище. И посмертно присвоили звание генерал-майором. Любовь Кукла, Ирина Баглая, Владимир Самченко и Валентин Белич. Подробности недели, телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...